Добрый день, уважаемые родители. Мы продолжаем разговор о проблемах, заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей, проблемах дыхательной системы. И следующие органы мы разобрали в прошлой нашей встрече, разобрали проблемы, связанные с гортанью. Теперь переходим ниже к проблемам, связанным с трахеей. Трахея по своему анатомическому структуре, это тоже трубка, но в отличие от гортани она шире, и слизистая оболочка устроена немножко по-другому. Там железы, которые вырабатывают слизь, и за счет того, что просвет диаметра горта не больше, то отек, который возникает при заболевании, называемом трахеит, он не закрывает, не нарушает просвет трахеи. Поэтому кашель всегда при трахеитах, он достаточно такой, может быть, громкий, как вот там в трубе, или как вот такой глухой барабанный кашель, но при этом он достаточно влажный всегда, и достаточно спокойное дыхание при трахеитах, нет нарушения дыхания, и учитывая эти особенности лечения трахеитов, оно, в общем, не требует каких-то экстренных радикальных мер. Это прогревание, это как не только внутреннее, но и внешнее, то есть на уровень нижнего отдела горла, вот сюда мы делаем определенно, она чуть-чуть захватывая грудину, где-то до середины грудины, вот так мы делаем компресс какие-то, согревающие мази, согревающие масла можно втирать, вот, то есть мероприятия такие достаточно народные, достаточно обычные, не усиливая, не применяя каких-то экстренных мер. При недостатке лечения или при снижении иммунитета инфекция переходит на следующий орган дыхательной системы, а именно бронхи, и вот здесь мы с вами подходим к тому, что бронхи обладают определенной такой вот анатомической особенностью, которая делает заболевание их очень таким серьезным делом. Дело все в том, что существует два механизма поражения бронхов, и это связано с особенностью их строения. Механизм первый заключается в том, что инфекция вируса, микробы, заставляет железы в слизистой оболочке бронхов работать активно, и они вырабатывают слизь, это или мокроту, это такая жидкость достаточно тягучая с одной стороны, но не слишком густая, она не водянистая, но и не такая вот густая насыщенная. Это чуть тягучая, наверное, чем слюна, так можно сказать, и вот эта слизь появляется в просвете бронхов, и при инфекции ее появляется в достаточном количестве, слизистая бронхов раздражается этой слизью, возникает кашель, как ответная реакция, и с этим кашлем мокрота выкашливается, выходит наружу. Поэтому наиболее частое проявление бронхита – это влажный, навязчивый такой, настойчивый кашель, глубокий он довольно, потому что бронхи находится достаточно глубоко, уже в самой структуре легких, поэтому вот кашель такого плана. Значит, с течением времени, при температуре определенной тела, которая повышается при продолжении кашля нелеченного, возникает ситуация, когда мокрот начинает густеть, и вот эта более густая мокрота забивает просвет бронхов, просвет бронхов снижается, и возникает проблема уже и с дыханием, и с кашлем. Кашель становится более сухим, кашель становится сильным, навязчивым, организм пытается выкашлить мокроту, это становится невозможным, потому что мокрота очень густая, и вот здесь методы лечения должны быть совершенно определенные. Наша задача с вами ни в коем случае кашель не гасить, наша задача совершенно обратная. Ну, мы специально кашель не вызываем, но мы стараемся эту мокроту сделать более жидкой, то есть травы и препараты, микстуры там всякие травяные, да, должны быть направлены на то, чтобы мокрота стала жидкой. И от кашли у вас, поэтому кашля должно быть больше, а мокрота должна быть жиже. И таким образом мы освобождаем дыхательные пути, и кашель уменьшается. Что можно использовать для разжижения мокроты? Ну, прежде всего, это вот такие ингаляции, о которых мы с вами говорили, но с использованием немножко других трав. Травы, которые мокроту разжижают, это травы следующие чаще, лучше всего использовать эвкалипт, использовать крапиву нашу обычную, хорошо помогает девесил, хорошо помогает подорожник, вот, в этой, для этого, значит, как эти травы использовать? Во-первых, они, можно их использовать как ингаляция, вот, высыпая в сухую отварную картошку, значит, это можно использовать водные ингаляции, паровые, скажем, да, в чайнике. Ну, обычно, если ребенок всего боится, или вы боитесь обжечь, то делается трубочка из бумаги прочной, да, такая можно делать воронку, вот, да, вставляет в чайник концом, и здесь дышать, во-первых, вы не обожгете ничего, вот, во-вторых, это интереснее, это можно подудеть, поиграть с ребенком, ему это доставляет удовольствие, интересно, с одной стороны, с другой стороны, это хороший лечебный эффект. Следующий момент, который вы применяете, вот, с точки зрения микстур, сиропов, и так далее, и так далее, так называемые сиропы от кашля, или сиропы давящие кашель, они не нужны здесь ни в коем случае, мы с вами не лечим, а только загоняем проблему вглубь, и даже если кашель вдруг, вот, по какой-то причине, из-за таблеток прервется, то процесс все равно идет, и очень быстро вы получите взрыв такой вот кашлевой, с тяжелым невозможностью откашливаться, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз ваше внимание концентрирую на том, что основная задача при так называемых эксудативных бронхитах, эксудат – это вот слизь мокрота, это мокроту разжижить и стимулировать кашель для того, чтобы эта мокрота вышла. Очень хорошо после вот таких ингаляций сделать так называемый массаж в виде бронходренажа, когда вы, ребенка, осуществляете такие резко поколачивающие движения от поясницы вверх, сзади по ребрам, резко так вот, да, вы делаете, именно выгоняя мокроту к рту для того, чтобы ребенок либо выпрямил, либо можете даже, если он не может там выпрямить, никак не получается, вот, ложку в рот туда, вызовите даже рвоту, срыгивание – это вместе все выйдет. Таким образом, вы очистите бронхи, и он достаточно долгое время будет хорошо дышать, а не будет кашля. А вот второй механизм поражения бронхов, он гораздо более тяжелее. И вот здесь мы приходим к тому, что второй механизм поражения заключается в спазмировании мышц бронхов. То есть, за счет спазма бронхов уменьшается просвет самих бронхов, так называемый механизм бронхоспазма. То есть, спазм бронхов осуществляется, нарушается процесс дыхания, ребенок начинает задыхаться. Такой механизм или бронхоспазм возникает в случае возникновения у ребенка заболеванием похожего или непосредственно связанного с бронхиальной астмой или астматическим бронхитом. А чего это происходит? От чего мышцы начинают реагировать? Чаще всего это аллергическое состояние. То есть, аллергизация организма происходит настолько, что мышцы бронхов осуществляют такую реакцию, они резко спазмируются. Вот как спазмируются, допустим, при аллергической реакции мышцы тонкого кишечника, возникает аллергический понос. Точно так же может возникнуть состояние аллергизации, может вызвать бронхоспазм. И вот здесь, во-первых, помимо сухого и такого очень тяжелого, густого кашля, приступного, может возникнуть нарушение дыхания. Причем, в отличие от стеноза гортани, при бронхоспазме нарушается выдох. И если вспомните, мы про гортань говорили, что там дыхание вот такое, то при астматике дыхание совершенно другое. Там дыхание... Там тяжелый выдох. Вот мышцы пытаются вытолкнуть воздух из бронхов, а им это тяжело, потому что бронхи спазмированы, просвет их маленький. Поэтому, когда вы чувствуете, что у ребенка вот такое дыхание, затрудненный выдох, вы принимаете меры, которые способствуют снятию бронхоспазма. Ну вот, чаще всего, это те же меры, которые мы принимали при лярингите. Сода, тепловые паровые ингаляции. Ну и кроме того, можно давать препараты, содержащие бронхолитики. Ношпопоповерин, то есть вот эти вот препараты, которые снимают мышечный спазм. Соответственно, травы, которые снимают бронхоспазм, это особенно хороши при этом масла ароматические. Это масло чайного дерева, это масло мяты, это масло лаванды. Вот эти масла, ими можно смазывать бронхи, ими можно дышать, ими можно делать массаж области бронхов. Это легкие. Ну и напоследок я покажу вам примерно на себе, как это выглядит. Можно использовать воздействие.